Доброе утро, недорогие мои подписчики. А нихрена это утро недоброе. Мне вообще все бесит. И вы тоже бесите. Об 8 утра я просыпаюсь вот так. А то, что вы видите в сторис, это я просто просыпаюсь на 2 часа раньше, умываюсь, расчесываюсь и крашусь. А потом вам говорю, ой, простите меня, мои дорогие подписчики, что-то я не накрасиваюсь. Ага, 3 часа на это убила. Малец. Я обычно накладываю фильтры в снэпчат, не потому что это прикольно, а потому что меня прыщами обсыпало. А мои дорогие подписчики не должны этого увидеть, потому что я боленец. Угу. Так по завтраке, 3 куска сахара и киндер-релиз. Вот что я ем на самом деле по утра. И вообще на самом деле, у меня есть живот и нет лопы. А все, что вы видите на фотках, я в фотошоп. А еще у меня есть собака. Я ее купила только для того, чтобы делать тупые милые фоточки в инстаграм. А на самом деле, он меня бесит. Ненавижу собак. Как это, не представляю, что только что произошло? Не представляю, что же такое произошло. Сережа только что пролайкал все мои фотографии, а их на минуточку 400 штук. Ты знаешь, что это значит? Давай предположим, что это означает, что у него есть телефон, инстаграм и куча свободного времени. Да нет же, дурочка, а ты что такое несовременно это? Это означает, что он безумно в меня влюблен. Мы поженимся, нарожаем кучу детишек и будем очень-очень-очень счастливыми. Да, да, да. И умрете вы в один день. Да, точно. И умрем в один день. Боже мой, я так счастлива. Вот ты, кстати, не сиди и не трать время на эти журналы. Надо с людьми общаться. И будешь как я. Счастливо. Автомобили трактора строений. Автомобили трактора строений. Атомно-молекулярная аэрофотоселемка. Такое ощущение, что у него тоже проблемы с дикцией. Атомно-молекулярная аэрофотоселемка. Атомно-молекулярная аэрофотоселемка. Влекло-лиловый ближневосточный блок-аппарат. Влекло-лиловый ближневосточный блок-аппарат. Это сейчас про мою щеку в 100 кудово. Дальне-бомбардировочный дансинг-холл. А, дальне-бомбардировочный дансинг-холл. Кровочный дансинг-холл. Картофель и заготовки, картофель и овощной, картофель. Картофель и заготовки, картофель и овощной, картофель. Ты голодный? Блин, у меня чешется губа, я не могу ее почесать, я ничего не чувствую в крови, беги. Так, ты чего как хрюшка? В арбузе ложкой ковыряешься. Ну неужели нельзя нормально есть? Ничего, так реально удобнее. Ложкой взял? Сидела, не пачкаешься. Давай не пререкайся, возьми нож, отрежь кусок и ешь, как все нормальные люди. Что это за мод такая ложка есть? Ну вот, другое дело, а то сидела она, ложкой ковырялась. Ты материшься, сказали в садике. Они пиздят. Что? Они пиздят. Я вот никогда не понимала людей, которые разбавляют чай. Да как так можно вообще поступать? Как так можно поступать с чаем? Он же превращается в какую-то санину, в ослиную мочу. Да это же просто пить невозможно. То ли дело кипяточек. Так его швырк. И пошло тепло по венам. Ну хорошо же. Нет, они разбавляют. Фу. Вот вы знаете, я никогда не понимала людей, которые пьют кипяток. Ну если горячо тебе, разбавь. Ну нет же. Стоят они. Сука, сербует на всю комнату. Ну невозможно же нормальным людям чай пить. Вот то ли дело. Взял, разбавил и пьешь себе тихо, спокойно напиток. И никому не мешаешь. Алло. Привет. Слушай, мне скучно. Может пойдем погуляем? Блин. Слушай, мне сейчас так впадлу собираться на самом деле. Это же надо краситься. Выбрать, что одеть. Вырубить какую сумку. Выбрать, какие кроссовки. А мне так лень, короче. Да и погода не очень. Может завтра? А, хорошо. Алло, многоуважаемая Алена, а вы где? Можечки, я просто три часа здесь тебя жду, я так волнуюсь, вдруг с тобой что-то случилось Еще полчасика? Конечно, подожду Ты где, Шабалда? Я тут уже два часа тебя жду Шевели батонами, быстрее Это так смешно Первое время, когда вы поженились и начали жить вместе Ты все время сидишь и думаешь, какая же ты счастливая Какой же замечательный у тебя муж Снова пересматриваешь свадебные фото, вспоминаешь, как это было здорово И думаешь, что вот он, самый идеальный мужчина на свете Но не тут-то было Блин, ну ты хотя бы дверь прикрывай Так а зачем? Мне от тебя скрывать нечего Что естественно, то естественно, да, любимая? Ой, ну все Здравствуй, бытовуха Что это? Яйца Кто это приготовил? А? Я не слышу Я Молодец, приготовил ему же еду Как ты думаешь, это съедобно? Я не знаю А почему ты не знаешь? Может, потому что она немножко подгорела? Да ну! Катя, я уже три года жру эту отраву Поздравляю! С чем? С годовщиной! Ха-ха-ха, очень смешно Так, знаешь, мне это все надоело, чтобы завтра научилась готовить Невозможно за один день научиться готовить Невозможно за один день научиться готовить На! Что это? Это паблик с простыми видеорецептами Даже ты научишься готовить О, борщ Интересно Ох, как раз завтра борщ мне и приготовишь Хуешь Че ты сказала? Я говорю, да, да, любимый Как раз вот просто и доступно все объясняется Интересненько Что? Катя, можешь хочешь жрать? В смысле? Ты уже килограмм сто весишь, если мы сто пятьдесят Я? Ты, ты! Пжиропассивно 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 Что делать, если ты жирная? Да мы в инстаграмме не худые сучки Сейчас я напишу коммент, так, Алиона Хилт, держись, Алиона, видишь, месяц вселенной 2017, домашние тренировки, на колени обязательно наденьте удобные кроссовки, теперь я точно похудею и стану месяц вселенной 2019, месяц вселенной, хочу мечтать не вредно, окей, гугл, напомни мне, когда я похудею, бросить этого каста, она почувствуется, Алло, привет, привет, слушай, мне что-то скучно стало, может сходим в барчик ненадолжка, блин, нет, слушай, сегодня только четверг, завтра на работу, давай уж лучше завтра, ой, ну можно подумать, тебя кто-то заставляет набухиваться, мы всего лишь на часочек сходим в бар, поболтаем туда-сюда и выпьем по бокальчику и все, ну ладно, давай только на часок и по одному бокальчику, окей? Ну конечно, все, буду через полчаса, давай. Two hours later Свет, настроение синий, внутри мартиния в руках бикини, по песне синий и ни, она так чувствует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok